14 городов и каля 200 удельников уродни рыхтуются до пробытя тягника памяти. Подряд будет 23 червня у рамках проведения 9 форума регионов Беларуси и России, удельников, какого селета прымает город над Неманом. Гэтами днями делегации союзных держав обмерковывают детали пробытя тягника памяти, но а минавито представники Беларуси и России обменялись идеями и баченем того, як повинен пройсти проект и основные моменты удела у им гродинцев. Татьяна Грышук расскажет. Патриотический проект очень важен для молодежи. Сейчас у нас немного утратилась историческая ценность и память. Очень многие страны пытаются эту историческую память изменить. И совместный проект двух стран позволит к этому привлечь внимание как России, так и Беларуси, я так думаю, что и международного сообщества. У городе над Неманом школьников чекает взаимальная программа. Молодь познайомится со славутостями королевского города. Для удельников мероприемства подрисована экскурсийная программа по пяти маршрутах. Школьники наведают фарный костел, музей аптеку, дом купца Муравьева, Каложскую церкву, старые и новые замки. А кроме того, плануется наведывание выставочной пляцовки «Добра суседства под открытым небом», якая разгорня своей площадью у парку Жилибера. Хлопцы и девчата примутю дел у сустречу в формате открытого урока «Историчной правды и памяти. Две державы, один лёс. Будуем будучи ню разом». Папрысутничают на презентации книги «Сестры хатыни Гродзенщина». Не меньше насыщенная программа подрисована и у инших городах Беларуси. Проект стартует с города Бреста. Там будут тоже очень большие значимые мероприятия. И завершаться проект будет уже 3 июля в нашей столице, в городе Минске. Конечно же, ребята с проекта посетят линию Сталина, будут видеть реконструкцию боевых действий. И предполагается, что завершающим этапом будет высажена аллея на линии Сталина и состоится возложение цветов к нашему главному памятнику, памятнику Победы. По словах сенатора Виктора Лисковича, в визиту нашу краину российских коллег и сябров в рамках проекта гэта яшчэдна махчымостью полной меры отшуть колорит беларуских городов, приязность их же хоров, познаемиться со славутостями. К этому проекту попереднючал «Тягник пирамоги» масштабная гисторика-осветницкая инициатива, у дельники окой проехались и по городах России и Беларуси, угод народного одинства, и яка имела самый широкий резонанс. Культурно-аддукационный патриотичный проект «Тягник памяти» реализуется под кураторством старшиней Совета Федерации Федерального Сходу России Валентины Матьвиенко и старшиней Совета Республики Беларуси Натальи Качановой. Сёля Тайон реализуется в Першиню и станет по меркованию Баку одним из самых яскравых моментов 9-го форума регионов Беларуси и России.